Игорь Негода. 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 Также в крышку встроена, как правило, в крышку встроена УФ-лампа, которая обеззараживает, убивает бактерии. Игорь Негода. 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 покупать соответствует насос то есть учитывая то что насос мы если мы хотим посерединке поставить труда сейчас секундочку открою и оставая у кого-нибудь соответственно нам нужно минимум чтобы напор был четыре с половиной метра у струи фонтана чтобы она дошла до нас секундочку я это изображаю о чём я говорю он как пылесосик в себя всасывает с поверхности такие листочки то есть своеобразное такое так что он как пылесосик в себя всасывает с поверхности пылесосик вокруг себя ну вот он верхнюю воду именно сасывает у него там есть емкость резервуара для хранения всех этих видов которые мы периодически прочищать должны и 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 Спасибо. В принципе, ничего страшного, но, тем не менее, потери могут быть все большие достаточно. Об этом думаем, когда располагаем фонтанный насос. Посмотрим диаметр разбрызгивания, чтобы он был запасом где-то в пределах водоема. Так что... ...и лампочки, какие-то фильтры, есть погружная подсветка, то есть просто прямо на дно какие-то клетильники располагают, они там все специально предусмотрены для того, чтобы под воду и свободно загружать. ...которые по поверхности плавают водоема и светят. Что еще? Еще, вот забыла хоть и указать, бывают генераторы тумана. То есть очень тоже красивая вещь, но вот маленький генератор тумана, опять же, если тихая погода, тогда все это... ...мембрана, количество мембранов, это, вот видите, густота тумана. Можете тоже об этом подумать, то есть генератор тумана тоже очень классная вещь. И еще и саэратор, который обогащает воду кислородом, это можно нам для рыбы и для растений, и иногда в деньний период. Такие вещи нужны. Еще, может, сейчас я вам хотела... То есть, не так сказать, как... ...можете любую другую смотреть, просто посмотрим... И я сама консультируюсь, когда мы заказываем какое-то оборудование. Ну и вот на сайте сейчас очень удобно есть... ...всякие таблички там и форму заказа, они помогают выбрать нам нужные... ...всякие таблики. ...всякие таблики можно менять, это может быть колокол, может быть классический такой фонтан. И указана сразу же мощность его, сколько он прогоняет литров в час, какой напор, то есть все-все-все, и какой минимальной глубина водоема должна быть. И именно вот этот данный насос у нас показывает, что максимальный напор у него метр тридцать. То есть если мы его как фонтально используем, будем честно говорить, что мы получим примерно не больше, чем метр, где-то 80 сантиметров над поверхностью воды картину. И, естественно, дальше. Чем дальше идет, они, конечно, подороже, тем выше идет уже высота. Полтора метра, 2,1, 2,8. Это уже насосы идут именно для фильтров. Всякие разные модели, но, видите, цены вот прям есть еще выше. Чем мощнее насос, тем, естественно, и выше цена. Так, насосики посмотрели, сейчас посмотрим, что. Грань, допустим, самый маленький. Объем 3 метра кубических с растениями. Ну, это прям совсем очень-очень маленький, там, скорее всего, будет фильтр уже со встроенным насосом. То есть даже отдельно на него насос не нужно, просто плавающий такой фильтр. Ну, тоже губка, та же самая система. Он, да, вот он плавает, в себя вбирает там по низу и тут же выпьет вот эту водичку, плавающий такой. Просто нужно будет иногда его прочищать. Так, что вот тут есть? Видно, да, что в комплекте есть и насос, и флэр, и инвучатель. Ну, это, конечно же, для очень маленького водоема 3 метра кубических я взяла. Ну, давайте перестать вот на попробуем. В принципе, можно, да, концентрироваться на сайте подсветка. Ну, да, да, такой устанавливается навесок на насос, если у вас уже есть насос для фонтана. И так у вас фонтан фонтанирует, иногда меняет цвет. Так, под водой, так и по берегу можно и срасталить. Не знаю, как-то у нас не получалось сремонтировать. Все это просто лучше, так сказать, ну, получается не лучше, а как бы получается так, что легче сменить. Фонтанные насадки отдельно, да, ну, это вот прям намошенные фонтаны. Ну, тоже отдельно есть выбор, можно купить, кстати, разные. Так, рисую, как она будет, да. Фонтан из Ливи, еще такая деталь. Если мы хотим между камнями нажать шланг, который у нас идет из фильтра, да, и не всегда, вот, порой бывает, очень много всяких комбинаций приходится использовать, чтобы вода так жала красиво. Есть такие вот накопительные емкости, то есть шланг можно присоединить к такому Ливу, и из него будет вода уже держать прям ровной такой стеночкой. Не знаю, есть ли фотография тоже с такой? Уже все готово, я поставлю, и емкость, и все уже встроено, только... Ну, а я рад, я тут вам особо ничего не покажу, они просто тетерозы. Например, при запуске водоема мы залили новую воду из сважины, она, как правило, бывает АППАЖ, и такой, какой нужен. То есть добавляем. Вот есть средства для подготовки новой воды, и все рассчитывается, естественно, смотря, какая вода и какой объем у нас. То есть химии, в принципе, не стесняемся. Используемся. Используемся разных средств, тесты всяких. Ну, в общем-то, вот по оборудованию все, наверное, что так вот. кратко, не углубляйте. Я надеюсь, вам понятно про оборудование. Если есть какие-то вопросы, я могу выслушать. Если нет, можем дальше поговорить про проект, как выглядит, что такое ландшафтный проект, и посмотреть еще ваши работы на работе. Если что-нибудь снять еще диктат, я буду рассказывать по наполнению. Бывает эскизный проект, стадия проект или рабочая документация. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! наличие воды. Нам нужен план. Как правило, для серьезного проекта выполнения нужна фотографическая съемка. Если нет, то довольно обмеренные чертежами. Натурное обследование. Обязательно дизайнер, архитектор, проектировщик выезжает на объект, смотрит, оценивает ситуацию. Если мы работаем с заказчиком, то есть заказчик предъявляет свои требования и пожелания, желательно, естественно, это в пительном виде все иметь. И сценарий какой-то для себя же тоже нам нужно задание. мы прописываем сколько там можно беседок, ну, всяких, всех элементов, что мы хотим. И сценарий составляем, то есть в каком виде мы хотим это видеть, для чего нам это нужно. То есть какую-то вот картинку такую, как слова. и для начала нам еще нужны аналоги. То есть мы смотрим то, что нам нравится и возможно хотим внедрить на себя на участке. Что такое топографическая съемка? Как водоотведение делать, где сыпать, где срезать, что делать, как срезать. Конечно, лучше всего использовать диагностическую основу, топографическую съемку. Это и наиболее точная граница. на глаз такие линии дороги идет. Такие замеры очень тяжело на глаз сделать, потому что все равно идеально прямых углов не бывает у нас в натуре, как правило, а где-то здесь это все видят. Они отмечают отметки по зданию, объяснить насколько от земли высоко поднято. В общем, все изменения рельефа отмечены, деревья точная прям для миллиметра, посадка, всякие сети, колодцы, то есть все-все-все. Это просто фрагмент топографической съемки. Ну, я говорю, если нет, то нет, берем тогда фрагментов, мы хотели бы видеть у тебя в саду, мы прощаем сайты, 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 это сделать, а здесь как мне больше нравится поискать рисунок, какую-то схему движения и вообще эстетически как-то по-разному посмотреть на участок, поэтому можно сделать несколько вариантов планировки. После того, как мы посмотрели на несколько вариантов, возможно, что-то из одного варианта перенесли в другое, мы утверждаем вариант, вносим правки, дополнения по замечаниям какие-то и выполняем уже чертеж генеральный план. Это самый главный чертеж, который несет очень много информации, если правильно его выполнить, это очень информативный материал, лист получится. Экспликация основных строений и планировочных элементов. Что такое экспликация? Это ведомость, табличка, цифра 1, это жилой зон, цифра 2, баня и так далее. Почему это основные размеры? Потому что это стильный проект, мы не будем каждую дорожку вымерять, каждый изгиб, в данном густитном варианте это не нужно. И еще нам важно делать энтерологический план и деревьев. Какая-то там каминистическая горка, это уже более детальный, как бы как элемент может быть, но в искусственном проекте это не предполагается. Хотя я говорю даже не про наш с вами курс, а вообще о принципе работы. Такой проект, допустим, если вы заказываете или у вас заказывают закачки, это, естественно, самый дешевый вариант, но три основных таких больших чертежа. Дома такого нету, что они не хотят строить. То есть заезд отсюда... В этом варианте А. И здесь, допустим, причал, зона солярия из декинга около водоема. В другом варианте декинг мы с этой стороны располагаем, а здесь песчаный пляж. То есть мы думаем, ищем какие-то пути, которые нам могут быть интересны. Но я не буду вам дальше подробно про это рассказывать. Просто и по стилистике это такой, сайтековский вариант. То есть такие ровные дорожки, все прямоугольное, с квадратом, с использованием. Здесь немножко уже другой конфигурации, где-то плавные, пошаговые дорожки появились в центральных камней. На любви, понимаете, в круглые формы. Можно и так подумать. Ну вот заказчикам уже когда пришли к чему-то, что-то убрали, уже можно выполнить генеральный план. То есть, допустим, для меня уже вот на этой картинке, когда я ее выполняла, для меня тут вообще все понятно. Что где, из чего. То есть здесь я знаю, что плиточка будет 50 на 50, бетонная, какая-то. То есть уже и заранее, и на генеральном плане отдельным цветом и видом выделяю. Так удобно ориентироваться и мне будет и на тачку. Не обозначается конкретно где что, да, мы не подписываем это. Но имеем в виду, все равно, когда проектируем, что все держим в голове. Генеральный план у нас несет прям максимальную нагрузку. Конечно же, если возьмет ее этот чертеж строитель, он скажет, ну что, я вообще ничего не понимаю, я ничего по этому плану не построю. Он будет прав, естественно. Но мы для себя знаем, мы заказчику, если что, можем объяснить. У нас для этого есть для строителей людей, чтобы все же жить. Поэтому, глядя на генеральный план, нам должно быть понятно, где что у нас такое покрытие. Что у нас вот это разные покрытия, это одинаковые, здесь у нас вот какое-то. То есть уже более-более детальная такая проработка, она уже растения поставлены на местах. Хвойные там обозначены одним цветом, фруктовые можно другим, лиственные третьим и так далее. И экспликация. Здесь она не систем правильно выполнена с точки зрения стандарта. То есть это должна быть таблица, по идее, по форме, но на дизайн, давайте, пойдем. В экспликации мы указываем, в каждой карте есть строение. Отдельно, по идее, у нас идет, начинаем мы со строением основных, первое, второе, третье. Отдельно и пошли дальше. Планировочные элементы, детская парковка, спортивная зона, зона огорода, теплица, качели, детская площадка, дорожка вокруг водоема. То есть человек, для которого мы это делаем, должен сесть и прочитать, и примерно понять, что у него будет здесь. То есть вплоть до, да, где-то здесь мы планировали водопадик или каменистый скот какой-то в воду. То есть человеку, он раз посмотрел, восемнадцать, и ему понятно. То есть так можно более подробно, каждый кусочек у нас прописан. Другую единицу можно взять, ну, метр на метр. Вот такие криводинейные дорожки, их очень тяжело потом в проекте в натуре выносить, да, в натуре, и удобно по квадратикам это делать. Поэтому мы делаем, ну, основные размеры все наносим, как это положено, ну, плюс еще не мешало бы нам все всегда иметь под рукой, потому что где-то, допустим, есть какой-то размерчик непонятный, всегда можно посчитать, допустим, вот сейчас здесь приблизить не могу в этой программе, ага, так, опять у меня тут кубика, квадратика, отступаю, здесь получается вот эту точечку пять метров, да, от этой стенки, а здесь шесть, допустим, квадратика, то есть не буду пересчитывать. Шесть сюда, пять туда, и у меня начало дорожки получается. И опять, раз там полтора метра сюда, и, в общем, вот таким образом удобно выносить. И деревья и кустарники, многолетники я оставила отдельные, тоже углубленные. По желанию, если вы для себя делаете проект, то уже хотите все представить, ну, можете сделать, но это не обязательно на этапе проект, эскизный проект. Можно указать количество штук, общее количество, которое у нас здесь, да, будет, на тут плохо засветлено, допустим, жимолость, один номер один жимолость, вот у нас тут пять кустов, здесь пишут количество вообще, опять, то, что примерный возраст, два-три года или, допустим, саженец, или крупномер, ну, я не проживаю, я говорю, а вообще. И здесь можно высота и диаметр кома. Ну, это уже тоже, как бы, детали, не обязательно, но, тем не менее, мы можем потом, условно говоря, взять эту табличку и отправить мужа в собственный центр за покупками, ну, или самим удобно ориентироваться. Мы проходим, собираем общие данные, анализируем участок, разрабатываем генеральный план, также поэтапно с вариантным проектированием, с утверждением уже концепции. Ну, уже в проекте мы делаем вертикальную планировку, линейный водоотвод, это расстановка лотков, которые отводят воду с крыши. В покрытиях мы делаем, сколько таких покрытий и бордюров. Нужно в полиции. То, что написано, это каждый листочек отдельно, так удобно работать. Малая детективная форма, стамеечки, почемечки, то есть все отдельно указываем. Можно подключить 3D-визуализацию, не обязательно, но, как правило, желательно. И детали, там уже потребование либо заказчика, либо мы для себя разрабатываем уже стыдники, ротари, водоемы. То есть уже здесь мы можем на отдельном листе, если на большом проекте нам не совсем удобно сидеть, там каждый кустик называть, то мы на отдельный лист приносим определенные прикрытия, там уже даем волю фантазии и разрабатываем его подробно. В основном, мы приписываем конструктивные чертежи, конструкция, которая в стенах, если у нас есть двух стенах, он дает конструкцию, беседки, автоматический полей в территорию и другие инженерные чертежи. То есть архитектор, я просто хочу сказать, не обязан все это делать, он не специалист на этом, он этому необычен. То есть есть люди, которые считают все наши... Вот так выглядит, в общем-то, проект. План участка, как я и говорила, генеральный туман с расписанными элементами, которые мы придумали, экспликация посадочного материала и поясительная записка. Поясительной записке вы можете приложить варианты покрытия, то есть мощений, каких вы выбрали, может быть аналоги какие-то, то есть у вас на генеральном плане на первом листе будет написано фонтам, а поясительной записке вы найдете картинку, какой примерно вы планируете фонтам. И поэтому по этой же позитивной записке, по идее, требуется от вас, чтобы вот так вот на вебинаре вы могли... Что здесь я планирую золото, здесь просто... Вот такой вкладочный материал выбран. Цветники тоже? Вопрос, что такое? Цветники, если вы делаете пресс для себя, то есть обязательно я посмотрю и что-то, может быть, подправлю, скажу, в чем ошибка, в чем нет. Ну и цветники – это не самая важная часть, чтобы получить диплом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Блажники. Ламприт. Продолжение следует... 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 Прям красиво, мне кажется, что будет очень хорошо. Вы тут можете просто поспитывать все. И интересно, прям вот интересно рассматривать, ощущение, арка какая-то, получается как барбики, интересный кусочек для сосны, может быть она уже есть, но тем не менее, ну интересненько прям. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Бордюр не обязательно скорбчайший, но тем не менее, он разграничивал. Может быть, и чуть-чуть выступает. То проблем вообще никаких нет. Сходите, пожалуйста. Можно и так посадить просто, но надо учитывать, что это будут небольшие недоступки. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Если пластика валент, то она не разлагается, ничего с ней не будет вообще совершенно. Единственное, что ее устанавливать тяжело, чтобы она была натянутая, красивая по линии. Но с другой стороны, если у вас их будут летники, они прикроют все вот эти неровности. Ну и лучше, конечно, может быть, просто повредить этому достаточно усилий и где-то поддетонировать, где-то хорошо ее начинать. Можно, ленту мы используем тоже. Просто я говорю, что тяжело ее прям вот без волн, с консеренцией установить. Может быть, здесь ничего, и это нормально, но в принципе у нас принципы при проектировании всегда дороги куда-то у нас привезли. И куда-то приводят. То есть просто так вот раз и кончилось. Но это очень редко какой-то там прием дизайнерский может быть. В основном они должны либо какой-то там площадки подвезти, по идее, либо пройти дальше, там куда-то это перестирать. Ну, это не принципиальный может быть момент, вот в этом вопросе, тут в принципе, действительно, три камня, там, какие-то сильно, чтобы подойти к дереву, ничего страшного, нормально. Ну, это я просто, в принципе, вспомнила, чтобы вы имели больше дороги, но должны куда-то везти. По дизайнерам, по растениям, поговорим. Что дальше, когда мы указались в направлении по дорожкам, что еще делать дальше? Заканчивается, потому что у нас время уже подошло к концу. Есть вопросы в местах, если есть. До свидания, Татьяна. Субтитры создавал DimaTorzok